А, может, записываем? Да, мы на связи. Окей. Здравствуйте, дорогие наши ребята. Сегодня у нас особенный день. Я беру интервью у Михаила Портнова, который проживает в США уже более 26 лет. Он является основателем школы, компьютерной школы Портнов Computer School. И так как... Да, добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. И так как многие задавали очень много вопросов касательно обучения в этой школе и всего-всего, что касается этой школы. Поэтому у вас сегодня есть уникальная возможность послушать напрямую Михаила. Михаил, приветствуем вас. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. То есть даже к вам вот люди приходят с вопросами на эту тему. Ну, хорошо, хорошо. А что, давайте, я привык на вопросы отвечать. Здорово. Ну, как вы знаете, что IT, технологии развиваются. Софтвейер на первом месте. Даже, допустим, Тесла, да, Based on Software. Это основано на софтвейер. Поэтому многими интересуются IT-технологиями. Особенно в России. В России, Украине, ну, страны бывшего Советского Союза. Поэтому очень много вопросов. Михаил, если вы разрешите... Ну, по технологиям я, может быть, нездоров, но то, что касается тестирования программного обеспечения, то, что мы преподаем. И нашей школы я, конечно, более-менее знаю. Но, может быть, в целом по долине, по Кремниевой могу сказать, ну, спрашивайте там, я... Мы не сговаривались, вопросов я не знаю. Так это все для меня, как бы, так... Внезапно, да? Внезапно. Внезапно. Ну, врау. Ну, профессионал, в своем деле, уже. Да, я привычный, я привычный, да. Вам не сложно, я думаю, были? Нет, нет, давайте. Ну, давайте посмотрим, рассмотрим некоторые вопросы, которые ученики наши задавали. Первое, они писали. Как можно попасть в вашу школу? Каким образом? Как вы там принимаете заявки? Каким образом можно обратиться? Онлайн или вживую только? Значит, так получается. Если человек не живет, не находится физически в США, то попасть он может... Ну, а куда он может попасть? Ну, вот он может в онлайновый класс попасть, например. У нас, на самом деле, немного народу из-за пределов США и Канады в онлайновом классе, но бывает, бывает и из России, и Украины, из Израиля, и Пакистана, из Румынии, и Англии, Голландии, Финляндии, и Новой Зеландии. Ну, то есть, есть люди. Но в основном, конечно, местные, североамериканские. Я думаю, что, может быть, часть этого вопроса состоит в том, что люди думают, а вот если я приеду туда учиться, помогут ли мне сделать визу? Вот визу мы никак не можем помочь сделать. Поэтому, если вы хотите учиться у нас, то вы приезжайте с какой хотите визой. То есть, мы у вас визу не спросим. Но тогда у вас должен быть ответ на вопрос для себя. То есть, я как бы переживу, но вы для себя должны ответить на вопрос, а зачем вам это надо? Ну, вот разрешения на работу у вас нет. Вы потратите там какие-то деньги. Вот с 1 марта у нас будет стоить 4,5 тысячи курс. Вы потратите 4,5 тысячи. Вы будете тратиться на жилье. Там, ну, сколько-то месяцев. Ну, пока учитесь, там, месяца три. Пока на практику мы вас пошлем еще там пару месяцев. Грубо говоря, полгода. Вы должны жить, питаться. Это вам в десятку встанет, если так скромненько. И вопрос, а зачем? Ну, то есть, такой, что я с этого буду иметь? Вот этот вопрос вы должны себе задать. Я не видел много людей, у которых есть реально на это вопрос-ответ. Если нет разрешения на работу, то, в общем-то, мы не та школа, куда надо идти. То есть, мы сделаны для тех, у кого есть разрешение на работу. У нас же дизайн такой. Или вы можете взять онлайн-класс для того, чтобы искать работу где-то, я не знаю, в Санкт-Петербурге, в Харькове, во Львове, в Москве и так далее. У нас есть такие ребята. Но в основном, если они это из Харькова, Львова, Москвы делают, они планируют приехать в США. Потому что для того, чтобы искать работу в Москве или в Харькове, не нужно платить тысячу долларов. Это дорого. Это цены американского рынка. То есть, они просто будут долго очень отбивать эту сумму у себя там. Мы учим по-английски. Ну, зачем им по-английски, чтобы искать работу в Харькове? Ну, грубо говоря, так. Ну, сделаем вы вот такой, что это для тех, у кого есть уже разрешение на работу, желательно, так? Или оно на подходе. Вот, бывает, ребята в подаче там на политическое убежище, у них скоро будет, они примерно знают, когда. Бывает там, допустим, замуж вышла, девушка приехала, она знает, что там через несколько месяцев будет разрешение на работу. Ну, то есть, оно, может быть, его нет еще, но оно на подходе. Или там, допустим, женщина замужем за кем-то, кто по рабочей визе, она при нем, виза H1B, да, она по визе H1B, там, Dependent, да, для членов семьи, вот. И у нее может быть work authorization, связанная с приближением green card, H4 она называется, H4. Вот, и вот это виза H4, и она знает, что скоро будет разрешение на работу, ну, конечно, никаких проблем нет. Можно и на практику пойти без разрешения на работу. Вот, есть компании, которые берут, ну, там денег не платят, конечно, но пойти можно. Ну, я думаю, этот вопрос решаемый, там же можно потом найти спорта спонсора для визы, так быть, пропивания, или это очень сложно? Нет, 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 ну что, ну что, это очень сложно, это сложно до нерешаемости, То есть, вероятность того, что это произойдет, настолько мала, что можно пренебречь этим. Можно пренебречь. В сегодняшнем мире так не работает. Ну, хорошо. Я думаю, это вопрос решаемый. Может быть, заранее они будут уже подготавливать себе место для работы. Может быть, что-то изменится со временем. Но мое понимание тенденций в иммиграционных процессах такое, чтобы сделать более сложным процесс получения визы рабочей. То есть, чтобы это были люди с существенно более высокой квалификацией. Ну, вот у многих наших учеников, которые изучают английский, они уже, допустим, подают на политубежище. Мы помогаем с помощью наших адвокатов сделать политическое убежище. Я думаю, для них это уже не вопрос. То есть, они уже будут с документами, осталось только получить знания в вашей школе, приобрести. Ну, когда появляется возможность зарабатывать, то, соответственно, возникает вопрос, хорошо, а как именно я буду зарабатывать? И есть люди, для которых техническая работа такая инженерная, типа инженерная, полуинженерная, она как бы привлекательная. Есть люди, которые хотят купить что-нибудь дешево, а продать дорого. Есть люди, которые хотят работать в медицине, знаете, как там, по-всякому. Или вот, как некоторые, английский язык преподавать. Не только. Не только, да, ну хорошо. У нас целый спектр услуг. И вот помогаем мы ученикам. И с политубежищем, и со всем. Ну, окей, рассмотрим вариант, что, допустим, уже документы есть. Если не сложно, давайте рассмотрим, допустим, более подробно, какие есть возможности, опции для обучения. Как вы уже слегка затронули, то есть, есть возможность обучаться онлайн. То есть, не находиться в Селиконовой долине. То есть, это как будет выглядеть? Они делают все онлайн, в онлайн-режиме? Там есть какая-то помощь, подсказки? Ну, у нас есть три урока в неделю. Это мы собираемся на час. По моим, как бы, понятиям, для того, чтобы прийти на этот час, нужно 4-5 часов прозаниматься самому. То есть, если он больше прозанимался, это еще лучше. Но хотя бы 4-5 часов он должен готовиться к этому уроку. То есть, мы обычно в онлайне разбираем подготовку, которая произошла. Это 40 занятий по часу, 40 занятий, 3 занятия в неделю. Ну, вот где-то, считай, грубо, 3 месяца. И не все люди могут учиться в онлайне, понимаете? Ведь надо иметь некоторый уровень организованности. Так что, вот есть задания, делаешь. Ну, вот вы, может быть, тоже, как человек, который преподает, знаете, что не все люди делают домашние задания. Да. Много ленивых. Да, и те, кто у нас в классе сидит на кэмпусе, конечно, у нас отдача выше, это я могу сказать безоговорочно. Но, с другой стороны, там тысячи долларов, как бы, сумма существенно меньше. Это их же не 10, это все-таки тысяча, понимаете? Ну, вот, поэтому, что тут сказать. Они обычно, что, там нет тестов вступительных, в отличие от обучения здесь на местности. Значит, они просто пишут мне в скайпе. М Портнов у меня, значит, этот самый позывной. Айди, скайп-айди. М, Михаил Портнов, как Портнов. Его можно будет указать, да, ниже? Да, ради Бога, конечно. Вот они мне пишут и говорят, я хочу в онлайн-класс. И я ее включаю в скайп-группу, в которой они дожидаются своего класса. Вот, скажем, сейчас у меня группа открытая, это апрель 20-е. Вот 20-го апреля начнется новая группа. Когда мы ее начнем, я открою следующую. Примерно раз в три месяца это происходит. Соответственно, там, если это 20-е апреля, но мне сейчас тяжело, у нас уже полночь скоро подсчитывать там три месяца от 20-го апреля. Значит, ну, наверное, где-нибудь 1-го августа, вот так. Значит, начнется следующая группа. Поэтому, вот я их складываю в эту скайп-группу. Потом, когда приближается, я им даю домашнее задание, чтобы они готовились к первому уроку. Три урока в онлайн-классе, они присутствуют, участвуют. И они должны определиться, хотят ли они остаться. Остается примерно две трети. Ну, скажем, если пришли 200 человек, это реально цифры. Вот у меня, допустим, группа, которую мы начали 3-го января, там было 200 человек, записавшихся, посмотреть. Из 200 человек у меня сейчас что-нибудь 140, вот так, в классе. То есть, обычно процентов 30 приходит к мысли о том, что они сейчас участвовать не хотят. Либо вообще не хотят, либо именно сейчас они начинают понимать, что нужно время, чтобы заниматься. И что у них нет столько времени. То есть, одно дело благие пожелания, а другое дело, могу ли я реально потратить столько времени. Очень многие потом приходят, следующую группу записываются, переписываются. Это они должны спланировать. Некоторые люди говорят, ой, это совсем не мое, там, и так далее. Моя задача дать им понять, оно не оно, хочу, не хочу, и так далее. Я и деньги с них брать не хочу за это, потому что я понимаю, что они понятия не имеют, о чем речь. Вот. Но после трех уроков они определились, и те, кто остался, соответственно, они там карточкой черкают. У нас есть страничка, где люди денежку платят. Мы их подключаем к этому процессу, и вот дальше там, в скайпе мы рассылаем приглашение на занятия. А потом, чего? Ну, собственно, вот. Дальше у нас есть инструмент, такой называется GoToWebinar. И в этом инструменте мы проводим уроки, то есть я туда захожу, они видят, что у меня на экране, слышат мой голос. Ну, или мой, или еще два педагога со мной ведут, то есть я веду всю теорию тестирования сам, а еще двое ведут два проекта. У нас есть один проект по веб-приложению, а другой проект мобильное приложение. И мобильное приложение замешано в курс по тестированию мобильных приложений. То есть там 15 занятий, из которых 10 теорий, 5 проект, но они замешаны в единые 15 уроков. Как бы комплекс такой. Вот так получается. Интересно. И вопрос еще был следующий. Насколько это актуально в профессии? Это вопрос сложный. Почему? Потому что ни у кого нет вот этого хрустального шара. Понимаете? Я не знаю. Вот на сегодня вроде нормально. Мы начали эту школу в 94-м году, 22 года назад. Все эти 24 года, вот первого дня до сегодняшнего, были люди, которые говорили, это все скоро будут делать роботы, профессия такая будет не нужна. Это все уйдет в Индию, в аутсорсинг. Это все нужно, нужны будут люди с образованием компьютер-сайенс, чтобы этим заниматься. То есть так вот оно перестанет быть черным ходом. Я когда-то написал статью первую, объяснял, что за профессия. Она называлась у меня «Черный ход в силиконовую долину». И, значит, скоро этот вот черный ход захлопнется. Я не знаю, но вот за то время, что это все происходит, спрос растет, пропорция, вот это сколько нужно тестеров на, допустим, 10 программистов. Эта пропорция тоже растет в пользу тестеров. Технологии меняются таким образом, что все меньше и меньше времени на то, чтобы оттестировать. И технологии, опять же, меняются так, что все более сложный, с точки зрения тестирования продукт, например, если, скажем, сложность продукта увеличится вдвое, то сложность объема тестирования увеличится, скажем, в четверо. Понимаете? А за последние 10-15 лет вот эта вот комплексити очень-очень сильно растет. Поэтому тестеров не хватает катастрофически. При всем аутсорсинге, там, в Индию, там, в Россию, в Бразилию, там, еще куда-то и так далее, не хватает. И аутсорсинг ведь не потому происходит, что там дешевле, он, может быть, и не сильно дешевле, а то, может быть, и дороже даже зачастую. Но ведь людей же нет на местности. Ведь главная эта причина в том, что людей нет. Вот сейчас вот говорят, там, да, политики говорят, давайте вернем работу хорошую в Америку. И, безусловно, это очень хорошая работа, там, здорово платят. И что же мы в Индии-то создаем десятки тысяч, это, может быть, сотни тысяч рабочих мест. Так, а людей-то нету. Понимаете? Здесь просто людей нет. Острота дефицита, конечно, в тестировании не такая, как в программировании. Тестера можно подготовить, там, ну, вот мы за полгода готовим, да, там, курс плюс практика, полгода пошел работать. Но программисты же так не подготовишь. И то, и то. Сейчас есть чудовищное количество вот этих буткемпов программистских, где, там, тебя три месяца учат, там, какой-нибудь JavaScript, там, программисты, какого-нибудь такого, там, со всякими делами, там, full stack и так далее. И есть очень-очень много вот этих вот буткемпов. То есть, по всей стране они. В Кремниевой долине их несколько и так далее. То есть, пытаются, пытаются дефицит программистов вот на низком уровне тоже как-то так. Компенсировать. Компенсировать, да. Там люди платят не как у нас, там, по четыре с половиной, там платят и, там, по 15, по 18, по 20 тысяч за три месяца. Но там более интенсивные три месяца, там, как вообще не живешь там. Ну, в вашей школе цены, мне кажется, более приемлемые. Их потом можно быстро, так сказать, отбить и вернуть, когда человек начинает работать. Ну, в принципе, если ты идешь на платный интерншип, который платит, там, допустим, где-то, там, 15 долларов в час, типичный такой платный интерншип, это 15 долларов в час. Не все платные. Но 15 долларов в час, даже два месяца, это что там? Это 30 в год, но это даже средняя такая статистическая зарплата по Америке. Ну, уж не то, чтобы средняя, но, во всяком случае... Ну, не в Калифорнии, но в средних что-то как-то получают. Где-то есть места такие, да. Но, во всяком случае, это может отбить, там, скажем, стоимость tuition приблизительно. Вот, или там почти отбить. Но, что сказать, сложно все, понимаете. Не должно быть ощущения такого, сейчас я как там зайду, знаешь, как в туалет, там, зашел, дело сделал, руки помыл и ушел. Тут пахать надо, очень-очень много там трудиться. То есть, это все через большой труд идет. Угу, согласна. Ну, да, но зато соответствующая потом и зарплата. Ну, многие люди как рассуждают? Это не минимум. Если сильно пахать, 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 и там тебе за это деньги дадут потом... Это каждый так может, понимаете. А вот так, чтобы ничего не делать, например, и деньги получать, вот это мечта. Как это там был? Очень интересно. Господи, скатерть самобранка. Или вот печка там, лежишь на печи, а печка едет там, вези меня, печка там туда-то. Понимаете? Вот это мечта. Это же нас с детства учили. Ну, это же сказка. Ну, то она и сказка. Что такого не бывает. А хочется же. Хочется. Хоть как у нас. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Не было в ваше время таких? Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Нет? Не слышу тебя? Ну, это более лозунг, наверное, Советского Союза. Да, да. Он уже развалился. Да, вот они и развалили. Угу. Ну, да. Ну, конечно, получают силиконовые долины, так сказать, легкие деньги. Как, допустим, Фейсбук, Марк Заккерберг. Ну, это же единицы, кто смогли так успешно. Но у него это не легкие деньги. Как же они легкие? Ну, не то, что легкие. Я так скажу. За его труд он получил большое количество денег. Там у него сколько? 34 миллиарда долларов. То есть он чуть-чуть остается от Билл Гейтса. Но все равно. Это молодой парень, достиг успеха. И, конечно, все бы так хотели. Но это же... Но он же не работает по найму, правильно? Ну, конечно, он организовал свои компании. Но в перспективе же многие так хотят. Хотят подучиться, какие-то там знания, предвести опыта. Так многие не просто хотят, но они выходят на какой-то уровень со временем. Но опять это большая работа. И это не только работа, но это талант какой-то у людей. По-всякому. Создать компанию, иметь идею и так далее. Тут полная долина с этим делом носится, как угорел. Очень напоминает Голливуд. Там, где девчонки съезжаются со всей страны. Там бюст как-то так выставят. Как-то напомадятся. И давай там по городу ходить. И мечтают о карьере в Голливуде. Понимаете, вот примерно так же. А в Лос-Анджелесе в Голливуде? В Лос-Анджелесе, да. Ну, в Лос-Анджелесе, Голливуд. Все мечтают. Или, допустим, стояла официантка. И тут вдруг идет какой-нибудь там, не знаю, знаменитый артист. Бах, женился. Вот. Но, я не знаю, мечтать-то можно. Вот так же со стартапами. Ну да. Согласна. Я живу в Сан-Франциско. Здесь много стартапов. Рядом находятся, допустим, Твиттер, Убер. Ну, это уже стартапы. Ничего себе. Ну, бывшие стартапы, скажем так. Бывшие, бывшие. Крупные компании. Поэтому, мне кажется, все в наших руках. Они же тоже с чего-то начинали. Просто самое интересное, что в настоящее время бизнесы, сейчас такие процветают, в которых практически нет ничего tangible. Ну, как вещественного, да, правильно по-русски сказать? Осязаемого. Осязаемого. То есть они создают платформы, как Facebook. Facebook – это генератор различной информации. Но они сами ничего не пишут. Они благодаря чему? Контенту, который пишет пользователь. Также Uber. У них нет своих машин. Но они создали эту платформу. Также Airbnb. Нет никаких площадей, да, так скажем, жилья для сдачи. Но вот они используют вот эту систему. То есть, мне кажется, сейчас очень важно правильную идею какую-то выбрать. Быть в тренде. Но IT – это всегда популярно. Если вы начнете углубляться в это во всем, то вы узнаете, что абсолютно любая идея, которая возникла у вас в голове, и которая с вашей точки зрения, ну, не лично вы там, я, ну, кто-то вот, Иванов. Вот этот Иванов, у него есть какая-то идея, она совершенно гениальная идея, если ее раскрутить, там вообще миллиарды жуткие и так далее. И очень существенно понимать, что одновременно с этим Ивановым есть еще 20. Петровых, Сидоровых, там, Рабиновичей, там, я не знаю, Чин Ваншонов, там и так далее, которые носятся именно с этой идеей. Именно с этой. Но это не то, что ты придумал и все. Вот их полно, вот именно с этой идеей, их уже много ходит. Поэтому тут очень важно, вот кроме идеи, понимаете, все остальное, скажем, способность создать компанию, способность привлечь инвесторов, способность, как бы, убедить людей в том, что ты не просто с идеей, а ты в состоянии довести до реализации, понимаете? Ведь нас приучили, что вот пришел с идеей, а реализовать должен другой, ты же гениальный, у тебя гениальная идея. А вот эти вот, которые без идей, вот они должны реализовывать, понимаете? А дальше получается, что, а что идея? А команда есть у тебя? Ты же в один не можешь, а команда есть? Нету. А как же ты будешь? А что тебе денег дать на проект? Так же денег жалко. Поэтому я к чему говорю, это место очень серьезное с точки зрения возможностей, абсолютно безграничных. Но надо быть серьезным человеком и надо понимать, что ты делаешь. И вот этот вот excitement по поводу возможностей, перевозбуждение, не очень хорошая штука. То есть быть возбужденным хорошо, а перевозбужденным плохо. Иметь наивные какие-то идеи плохо. То есть надо реалистично смотреть на жизнь. Так что, чем более человек реалистичен в ожиданиях, тем более надежно, так сказать, сбываются его мечты. Согласна. Но в любом случае нужно пробовать. Под лежачками вода не течет. Нужно двигаться к своей мечте. Когда у человека есть мечта, надо к ней двигаться. Есть фантазия, когда фантазия не требует действия. Вот обломовщина, понимаешь? Да, да, облом. Да, или вот там у Салтыкова щедрена. Говорит, что-то с утра хотелось. То ли конституции, то ли осетрины с хреном. Понимаешь? Вот. Поэтому, да, что-то хотелось такого. А когда у человека мечта, она его побуждает к действию. У очень многих людей проблем в том, что мечты нет. Он не знает, что ему надо в жизни. Вот проблема-то. Понимаешь? А когда уже мечта есть, это другое дело. Это уже существенный шаг вперед. Согласна. Но у наших слушателей уже мечта есть. Добиться успеха. Это хорошо. Да, они все целеустремленные. Ну, конечно, целеустремленные, успешные в своей сфере. И хотели бы дальше-дальше развиваться. Я бы только добавил, может быть, чуть-чуть к этому, ко всему, что приехать в Америку не должно быть мечтой. Приехать в Америку должно быть средством. То есть, вот есть какая-то мечта, которая только в Америке избудется. Вот это должна быть мечта. Потому что если мечта – это попасть в Америку, то дальше человек в тупике оказывается. Вроде мечта сбылась, как жить дальше – непонятно. Посуду в ресторане быть там до конца дней, понимаете? Вот очень важно понимать, что приезд в Америку – это средство. А что ж тогда мечта? Вот надо ответить на этот вопрос. Какая мечта? Что ей нужно вот это средство? Ну, реализоваться. Допустим, они хотят реализоваться в карьере. Это же карьера. Да. Кто в чем? У всех разные планы на жизнь. В любви. Ну, это тоже. Но это можно параллельно. Никто не отменяет одно и другое. Конечно, конечно. Так, что там еще спрашивают наши зрители? Следующий вопрос спрашивали. Помогаете ли вы с составлением резюме? Потому что это очень важно. Если у них, допустим, нет опыта составления американского резюме, оно же отличается. И мы в прошлом видео с вами тоже беседовали на эту тему. У нас есть ученики, которые изучают английский. И они говорят, допустим, очень сильно отличаются, так как не нужно писать никаких там дат рождения и всего-всего подобного. Нет, нет, не нужно. Я говорю, ну, это все мелочи. Очень важно профессиональный подход иметь. Почему? Потому что в России, допустим, вот как я по себе помню, когда человек много-много всего накидает, что он такой умный, такой-такой-такой, ему кажется, что ему будет предлагать много работ. Америка отличается тем, что здесь требуют специализации. Если он смотрит на какое-то направление, нельзя одно резюме подгонять под все вакансии. Так ведь? Под все. Ну, если вакансии, так, заметно, отличаются, отличаются, ну, как бы, не то что вакансии, а профессии, по которым он ищет работу, отличаются, то надо иметь несколько резюме. То есть, каждое резюме должно быть под свою профессию. У нас, вот знаете, я когда работал там, скажем, в конструкторском бюро, там цифровой схемотехникой занимался, и там мы делали сразу работу, разные виды работ, которые здесь делают разные люди. Скажем, я делал дизайн, я и документацию писал. Здесь документацию другие люди будут писать. Я, например, настраивал там прототипы, ну, допустим, но я же ездил на завод, где это производилось оборудование, там, например, обучал наладчиков, как налаживать это оборудование. То есть, я держал в руках полный цикл всего. И документацию, и такую секунду. Здесь это разные люди будут делать. Поэтому надо писать резюме, если я хочу, как технический тренер, это одно резюме. И я это делал, я же не тоже там сочиняю. Значит, мне нужно резюме на технического тренера. Если я, например, хочу на разработку цифровых устройств, я делаю резюме на разработчика. Если я хочу на, что я там упоминал, на технику райтера, который документацию пишет, значит, я пишу, как я писал документацию. Но по-английски, наверное, я бы уже не стал так нарываться сильно на это дело, как новый человек в стране. Я не чувствовал себя готовым писать что-либо по-английски. Поэтому у меня это отпадало. Но, безусловно, надо иметь разные резюме. Отвечая на вопрос, я пишу сам все резюме, потому что я не могу ставить успех предприятия в зависимости от способности человека написать резюме человека, который никогда в жизни еще не написал ни одного резюме хорошего на английском языке для американского рынка и так далее. Если мы поставим исход предприятия в зависимости от его талантов в этом деле, или даже не талантов, но, скажем, навыков на сегодняшний день, то мы точно сгорим. Поэтому резюме на практику у нас пишет один человек, у нас есть сотрудница. Когда уже он с практики пришел, и я ему делаю резюме на маркет, это делаю я лично. Я уже сделал так, 1008. Это уже такой опыт? Ну, за 20 лет-то, конечно. То есть они могут рассчитывать на вашу помощь? Вы можете составить? Ну, это часть, это часть. Больше, он может через год прийти, через два, через пять. Я ему все равно сделал, денег не берем. У нас прям поддержка пожизненная. Ну, поддержка, потому что продуктом же является не курс, что он деньги заплатил, и мы говорим, спасибо за бабки, и вали отсюда. Мы же, продуктом-то является то, что он работу находит. И не просто находит, а он ее удерживает. А еще лучше, если он растет профессионально, потому что пройдет годик-два-три, он придет и скажет, практиканты нужны. Откуда у нас там 400-500 мест в год практиканских? Это вот ваши бывшие ученики. Это бывшие выпускники, но мы же уже 22 года в бизнесе. Значит, там начальство большое есть, и не очень большое, вот через них все. Ну, это очень большой плюс, потому что составить резюме профессионально не каждый может. Я хочу сказать, что, знаете, как этот Кот Матроскин говорил, я еще и вышивать умею. Вот мы еще им показываем, как это резюме правильно отправить по инстанции. Ну, то есть, вы идете там на Dice, идете на Monster, идете на такие места, где вывешивается профайл, и там к нему резюме присобачивается. LinkedIn, может быть, там тоже? LinkedIn, само собой, да. Но LinkedIn проще. LinkedIn просто копия, фактически, вашего резюме. Тут ничего такого там нет. А вот, когда вы делаете профайл на Dice, например, то ваш профайл могут найти, а могут не найти. Ваш профайл может найти каждый, кто ищет хоть что-нибудь в этой области, и вы будете первым. Или вы будете последним, вас никто не найдет никогда, только дуриком какой-нибудь человек, который сам не понял, как вы к нему попали туда. Вы будете иметь, вы будете иметь, например, 15 звонков в день, или вы будете иметь два звонка в неделю. Это абсолютно регулируемый вопрос, и мы этому их учим. Мы знаем, как. Вы делаете, так сказать, промоушен этого резюме, продвигаете его. Я это называю unfair advantage. Мы им даем unfair advantage на рынке в отношении людей, которые не владеют технологией. Так что, ну, что сказать. Понимаете, тут есть две американские пословицы, которые практически идентичны по смыслу и которые относятся к этой ситуации. Да, одна говорит, что ты можешь привезти лошадь на водопой, но ты не можешь заставить ее пить. И вторая говорит, что ты можешь открыть дверь, но ты не можешь заставить человека зайти в эту дверь. Поэтому я могу предложить вам это знание, но дальше вы должны взять это знание, вы должны воспользоваться этим знанием, и я не могу заставить вас ни взять, ни воспользоваться. Да-да-да, согласен. И вот такая тонкая хохмочка, но вот в это все опирается. Очень многие люди не в состоянии никаким знанием воспользоваться, и я бессилен, я очень переживаю по этому поводу. Раньше больше переживал, но сейчас я думаю, что я могу. Ведь каждый человек, он рожден там с тем, что у него есть какая-то воля, у него есть способность ставить задачи, добиваться своего и так далее. Но он родился с этим. Какие бы самые сложные, чудовищно сложные проблемы, в тысячу раз более сложные, чем то, что мы сейчас с вами обсуждаем, не свалились на нашу голову, мы от рождения, по высшему дизайну, мы обладаем достаточными ресурсами, чтобы справиться с этими задачами. Но мы должны воспользоваться, мы должны сказать, я буду это делать, у меня есть ресурсы, я в состоянии, я хочу, я пойду, я сделаю. А можно сказать, не сегодня. А почему я? Оно мне надо. Ну и так далее, и так далее. Так что это тоже серьезный фактор. Вот я на самом деле отвечаю на ваш вопрос, я не просто так трендю там что-нибудь по-стариковски. Люди, которые, допустим, рассматривают пойти, не пойти, учиться, не учиться, это не обязательно про нас речь. Любое учебное заведение, даже если ты платишь там, не знаю, 100 долларов за семестр в каком-нибудь сити колледже, я не знаю цен, я так отбалды. Но ты же полгода жизни потрачу за семестр, а год будешь ходить, год жизни потрачу. Что твой год жизни так вот в сортиру спустил и все, что ли? Ты спроси себя. А у тебя есть у тебя коммитмент, а ты собираешься этим воспользоваться? Что дальше? Вот это очень важно. Да, знания нужны применения. Это понятное дело. И поэтому, как я уже говорила, спрашивали, помогаете ли вы устраиваться потом на работу? Вот интересует. Потому что знания можно получить. А вот как и в дальнейшем потом? Разные люди в этот вопрос вкладывают разный смысл. Значит, одни люди задают его в том плане, отведете ли вы меня за руку куда-нибудь на работу, чтобы я сам ее не искал? Нет, конечно, нет. Не такие уже примитивные, а видумите, что подсказки, таких тоже много. Вы что думаете? Таких тоже очень много. Они еще в претензии. Они говорят, как же так? Если бы он меня за руку отвел, а за что я деньги-то плачу? А знания бесплатные есть. Я вот пошел бы там в Википедию почитал, и это денег не стоит, а ты вот за руку отведи. Но есть такие тоже. Мы что делаем? Во-первых, мы его учим предмету. Во-вторых, мы отсылаем его на практику в компанию. Это гарантированный элемент системы. Больше того, если вы не прошли практику, мы не выдаем вам аттестат, сертификат об окончании. Это часть программы. Практика вот это оплачиваем, как сказали, да? Или да или нет. Или да или нет. Тоже прошел. Частично. Где-то может быть оплачиваем, а где-то может быть нет. Половина на половину. Вот так. Значит, мы не можем контролировать этот процесс. Некоторые говорят, а я хочу оплачивать. Ну так ты пройди интервью. А я что за тебя интервью пройти должен? Мы же тебя не прячем платную или бесплатную. Если человек говорит, а я хочу только платную, мы говорим, да нет проблем. Мы тебя посылаем на три интервью. По выбору твоему ты выберешь. Пройдет ли вопрос, да? Если у тебя три не пройдут, то мы с тобой расстаемся и наши обязательства выполнены. То есть, ты не можешь это делать за мой счет. Ты это будешь делать за свой. Мы тебе говорим, что это не важно, не иметь никакого значения. Вот эти 15 долларов получишь, ты не получишь. Это ерунда. Это два месяца и пошел на рынок. О чем мы говорим? Но если ты уперся в это дело, если тебя принципиально, вот Вася полгода назад, приятель твой приходил, у него был оплаченный, а его там еще оставили, Васю, и ты теперь вот только так, ну давай, ну за свой счет. Это же твое решение. Ты за него нестишь ответственность. Потому что для меня ерунда. Для меня практика вообще никакого значения не имеет. Ни платная, ни бесплатная. Уверенность приобрел какую-то, маркетабилу у тебя там стало в порядок. И пошел на рынок, нашел работу. Какая разница, сколько тебе там платили? Платили тебе 20 долларов, 25 или 30 на первой работе, тоже не важно. Но пошел через три месяца, получил больше на 5 долларов, на 10. Мы же не ради этого все делаем. Сколько мне дают на первой работе? На первой сколько? Какая разница? Если ты будешь впахивать как надо, ты можешь через полтора-два года мертвого свои 100 тысяч получать. Я знаю людей таких. Я не хочу сказать, что каждый, но я знаю таких людей. Хочешь, вот тебе образец, гони. Поэтому люди хотят гарантии. Они говорят, а какие гарантии, они говорят. Откуда я знаю? А у тебя какие гарантии? А ты учиться можешь? А ты не бездельник? А ты не склочник? А может ты негативный какой? Понимаешь? А может тебе все виноваты? И чтобы в твоей жизни плохого не случилось, всегда виноват кто-то, а не ты. А ты? Ну гарантии негативные. Это многие так не скажут. Они скажут, а какой смысл? Скажут, жулики. Гарантии нет, жулики. Хотя мы все понимаем, что которые гарантируют работу, это и есть жулики, потому что никто не может гарантировать ничего. Но ты хочешь слышать что-то, ты слышишь. Ну можно сказать так, общий вывод, что вы гарантируете получение знаний, а человеку уже... Я не могу гарантировать получение знаний. Я предлагаю, если он не учится, что же я могу сделать? Я даю возможность их приобрести. Ну да. Но я даю возможность пойти на практику, но чтобы пойти на практику, он должен сдать тесты. Если он тесты не сдаёт, так он и на практику пойти не может. И это тесты несложные, тесты не чтобы завалить. Тесты просто, чтобы если он более-менее нормально занимался, чтобы он мог пойти дальше. Тесты такие, чтобы сдать. Но если ты всё сделал, чтобы не сдать, ты не сдашь. Согласна. Окей, ну наши вот ученики, которые интересуются, они пока учат английский, но они очень хотят прийти в вашу школу. Они очень старательные, все задания делают, всё выполняют. Другой вопрос. Одно дело учить английский, это гуманитарные направления, так ведь это более такой склад ума гуманитарный. А вот спрашивают девочки, особенно девушки, женщины, спрашивают, насколько им будет это сложно. Это наш контингент. Это ваш контингент? Просто я про себя чуть-чуть. Это наш контингент. Расскажу чуть-чуть. Я в школе учила программирование, я знаю там язык, Си-пласс. Ещё учил ещё Паскаль, когда это было 100 лет назад Турбо. Как ещё назывался он? Турбо Паскаль? Вы по возрасту не должны такие вещи даже знать. Это было, ну когда это были, 2000-е годы, когда я училась в школе. 2000-е, да. Тогда ещё, ну это в России. Наверное, у вас там на стенке каменный топор висёл. Нет, ну компьютеры такие старинные были с большим монитором. Вот просто, что хочу сказать, что допустим, по себе сужу, что мальчики у нас быстро схватывали. Иногда приходилось там у них просить что-нибудь, я тебе там зачиняю, напишу, вот ты мне эту задачку решили. Всякие там полиндромы, ещё и ещё. Задачи решали, на компьютере вот это всё делали. Вот. И можно было сказать, что, конечно, мальчикам это легче даётся. Наверное, склад ума, и всё так, и вообще по-другому чуть-чуть мыслят они, им легче это схватывать. И вот девушки интересуются, смогут ли они освоить. Выучиться каждый может, а как они в дальнейшем потом смогут ли работать? Это же нужно постоянно усовершенствоваться, что-то изучать, новую литературу читать. Это же не просто... Да, нужно совершенствоваться, нужно расти, нужно, может быть, подучиться там где-то в более формальном таком процессе. Вот смогут ли они спрашивать? Или это настолько мужская профессия? Они смогут освоить профессию, как бы люди неподготовленные, могут освоить профессию в том смысле, чтобы там получить первую работу. На первой работе они должны что-то подбирать, может быть, дальше какие-то курсики брать и так далее. На первую работу обычно человека хватает, особенно если девочки молоденькие, особенно если они мотивированные, потому что вы рассказываете о каком-то процессе, в котором девчонкам это вообще не нужно было. Знаете, одно дело тебе не нужно, а другое дело у тебя вся жизнь на кону. Потом, понимаете, еще момент такой, девочки бывают, например, свободные и не свободные. Вот, например, если девочка свободная, то есть как бы нет у нее хорошего парня пока. Откуда он возьмется, если она за 10 долларов, то ли даже за 15 работает. Там другие мальчики совсем. Понимаешь, а когда ты в нормальной компании, инженерной, когда ты получаешь на свои там ну хотя бы 25 долларов, 28-30, понимаешь? И ты растешь с тем, чтобы через несколько лет, может быть, это было там, ну пусть не 100, ну пусть 85 тысяч, например, да? Вот, и вокруг тебя парни, которые хорошо зарабатывают, и это преимущественно парни, там девочек мало, понимаешь? И ты попадаешь в обалденную среду. И поэтому вопрос в чем? Ну ты, ты хочешь вот жить вот, как сказать, там, где солнышко, зеленая травка, или ты хочешь вот в навозной куче? Понимаете, это же выбор какой? Значит, богатым и здоровым или бедным и больным? Что мы сравниваем-то? Ну что, первое? Ну так, что же тогда, на кону-то ставка-то какая, понимаешь? Поэтому, у нас в основном девчонки, вот у нас группа была предпоследняя, там было два мальчика, там на 30 человек, сейчас группа началась вот на днях, там 5, вот, поэтому, в основном у нас девочки учатся, ну, очень интересно, ну, понимаешь, чего, они, они красивые, задорные, такие, я не хочу сказать, сорви голова, но они, они классные, они мотивированные, они занимаются, вот я могу прийти в офис в субботу, в воскресенье, когда нет занятий, когда они, там будет сидеть несколько человек и заниматься, вот они там запустим, да, в школе интернет хороший, там, ну, и обстановка, они вместе собираются, они вместе занимаются, как такие люди могут проколоть, это невозможно, это в принципе невозможно, но дальше им придется, конечно, набираться, но тут еще есть момент, люди менее технические, гораздо быстрее оказываются в каких-то административных функциях, менеджер, программ-менеджер, вот это же тоже кто-то должен делать, и человек, который сильно углубился в коды, например, в программирование, а что ему менеджерам-то, зачем, он потеряет квалификацию вот эту и так далее, а люди с гуманитарным образованием, они видят вот такую более большую картинку, они видят целый проект, они видят разные группы людей, они могут пойти взять курс там, или сертификацию пройти по project management, например. Вот, кстати, некоторые спрашивают, что такое project manager, это, то есть управление с какого-то проектом, дословно переводится, ну, это такое, технического проекта, невысокого уровня менеджер, который работает, тоже называется там, cross-functional team, да, то есть он работает с людьми разных профессий, разных команд, значит, у него есть проект, у проекта есть начало и конец, у проекта есть ресурсы, у проекта есть какие-то контрольные точки, в которые надо прийти в конкретные сроки, с определенным результатом и так далее, вот project manager вот этим занимается, есть более технические люди, есть менее технические люди, так что... Ну, в любом случае, чтобы попасть на эту должность, так скажем, на эту позицию, человек должен обладать знаниями технического направления, то есть это не... Есть разные компании, есть разного уровня проекта, есть проекты, где для того, чтобы быть project manager, там может и PhD не хватит, понимаешь, но если мы смотрим на рынок, вот Кремниевой долины, такой массовый, массовый рынок, где много-много-много всего, вот все, все, кто хотел двигаться в административном направлении, все двигались, понимаешь, кроме того, там же что происходит, людей вообще, как бы в целом не хватает, не только тестеров или там программистов, поэтому сидит начальство, оно повыше, и начальство, в общем-то, грамотное, и начальство смотрит и говорит, вот Светлана, а что она тестирует-то, господи, значит так, тестера наймите, там вот, из портного компьютерского, там пусть пришлют, значит Светлана у нас будет, вот на этом проекте менеджером, они видят людей, они видят в них потенциал, они видят в них какой-то драйв, талант и так далее, поэтому это очень часто происходит, то есть перекидывают куда-то, вы даже можете и не, как он сказать, и не думать об этом, вам могут предложить даже и без этого, понимаете, они сами, они видят, они видят, иногда вы должны сказать, я бы хотела, они могут не понять, а я бы хотела, а как мне, например, перейти в project management, вам скажут, ну тогда вот это, вот это, вот это сделаем, посмотрим, можно так, конечно. Ну, в любом случае, получается, какие-то базовые знания, технические должны быть? Ну, конечно, да, конечно, надо понимать, что ты делаешь, надо понимать, что ты делаешь. То есть, мы так сказали, люди подумают, что без знаний могут стать project manager, нет, то есть, должны быть какие-то минимальные знания по программированию, либо тестированию какого-либо продукта. надо понимать процесс иногда. Не обязательно именно тестировать или программировать, но мы должны понимать процесс. И в этом процессе задействованы разные силы, в этом процессе есть определенные этапы, в этом процессе есть определенные отношения и так далее. Безусловно, это человек, который очень, очень мощный пользователь, он пользуется там самыми разными приложениями, особенно такими, которые имеют отношение к менеджменту, социальные сети, communication, вот такое и так далее. Это человек, который очень много общается. Он ходит на митинги, он переговаривается и устно, и удаленно, и как хочешь. То есть, это человек, который очень сильно в общении. Вот пусть английский хорошо учат, если хотят быть в project management. Учат, это сильно учат. Просто у нас, допустим, на занятиях есть ученики, которые работают здесь, кстати, в Силиконовой долине, девушки, женщины, и я, допустим, у них спрашиваю, говорю, а как вам тяжело на работе? Они говорят, ну, поначалу было непривычно. Допустим, есть одна ученица, она раньше работала в России вообще аккаунтинг делала, то есть бухгалтером, а сейчас она работает тестером. Вашу школу тоже закончила. Английский учат. Что она изучает? Английский, да? Да. Английский учат. Молодец, это неплохо. Да-да-да, ну, чтобы дальше расти. И она, когда я у нее спрашиваю этот вопрос, она сказала, а поначалу было тяжело, то есть непривычно, потому что это техническое направление, а теперь все нравится, все отлично. И плюс в том, что она говорит, что не особо нужен там шикарный уровень английского. То есть она получила работу, зарабатывает хорошие деньги и потом продолжает усовершенствовать свой язык. Ну, потому что ей хочется, потому что у нее внутренний такой драйв к этому. Я тоже бы хотел улучшать, но поскольку я не могу на курсы ходить, то я бы вот, у меня есть вещь, которая, например, меня беспокоит, маленькие какие-то кусочки. Я иногда задумываюсь, а как правильно? И ответы у меня нет, потому что я не знаю правил никаких. Я могу сказать, вот люди так говорят, поэтому я, наверное, тоже буду так говорить, но спросить меня какую-нибудь правило, я... Обращайтесь к нам, Михаил, мы забыли? Нашу школу. А правила, это мне не правило, это мне что я с ним делать буду, понимаете? Мне там на примере, на примере показали, я пошел. Я чек практически, что же, правила. Ну, не суть, не суть. Что там еще спрашивают-то народ, чем интересуются? Спрашивали, допустим, если они пройдут онлайн, это аналогично тому, что будет вживую? Это аналог? Или знание, урезанные? У нас записаны практически все преддисциплины, которые мы изучаем в классах, на кэмпусе, у нас записаны на видео. И мы продолжаем подписывать более современные версии, чего надо и так далее. Поэтому, доступ ко всему этому у них есть. То есть, они не сидят в физическом классе, но они сидят виртуально. То есть, студенты обычного класса и студенты онлайн класса имеют доступ к одному и тому же объему материалов. Но студенты в онлайн классе имея доступ могут или не могут, но если могут, то сами в значительную часть изучают. А студенты такого физического класса, вот они ходят на уроки, с ними работают преподаватели, они сдают тесты и так далее. То есть, у них может быть условия такие внешние, более благоприятные для того, чтобы все-таки выучить что-то. Но по объему материала никаких нет. ущемлений. То есть, объем тот же самый. То есть, люди находясь и, допустим, в других штатах, они спокойно могут проходить эти курсы. Более того, они могут, кроме наших курсов, еще что-нибудь сами тоже делать. Они могут какой-нибудь язык программирования изучать, они могут какие-нибудь операционные системы, они могут в Unix углубиться, они могут... Да, Господи, так много всего, куда можно углубиться. Мы, конечно, хотим такого студента, который хотел бы больше, чем ему дают. То есть, он еще как эту инициативу бы проявил, но уж хотя бы то, что мы даем. Хотя бы. Окей. Отлично. Ну, это исчерпывающий ответ. И вот, и давайте вывод сделаем такой. Значит, записаться можно, как вы сказали, у вас в апреле будет 22 апреля? 20-го. 22-го апреля Ленин родился. Ленин. Да, я хочу на голове туда. Да, это нельзя. Легко перепутать. То есть, 20-го апреля это вот эта сессия у вас начинается, скажем, весеннее, потом летом можно будет записаться. Каждый, каждые три месяца. Каждые три месяца. Окей, И класс безразмерный, поэтому там бейтинг листа там нету. Ну, там много народу, да, это правда. Еще был один вопрос, она девушка задавала. Были ли такие случаи, когда бросали, допустим, проучились пару месяцев и бросали, то есть не заканчивали? Имеется в виду в онлайне или живьем? Обучение. Обучение. Ну, в обоих случаях. В онлайне мне трудно судить, потому что он может просто исчезать, и я не буду об этом знать. Я не знаю, он бросил, не бросил. Кроме того, если он как бы технически присутствовал в классе, но не делал домашних заданий, это равносильно тому, что бросил, поскольку он выпал из процесса. живьем как бы на кэмпусе. Меня пытаются поправить, кстати, и говорят, что надо говорить на кампусе, но я, ну, в Америке, так говорят, на кампусе, я не знаю. Ну, правильно, кампус, что говорится. Это бритиш, как бы, кампус, да, ну, не суть. Так вот, на кэмпусе у нас довольно редко это происходит. Если происходит, то это может связано быть с тем, что человек там вдруг решительно куда-то переезжает, была девушка у нас как-то под депортацию попала. Училась, училась, потом бах, там в один день идти нету. Что интересно, я такие случаи даже не слышала, что депортируют. Это трава до нее добрался? Ей отказали, это было там пару лет назад, ей отказали в политическом убежище очередной раз, третий раз она там в апелляционном суде, там три апелляции. И она предпочла добровольно депортироваться, вот это волонтери депортейшн, нежели так, чтобы ее силком было принято решение сниматься с места, да, вот она три раза им отказали, из Колорадо была пара. Она приехала учиться из Колорадо, ну не суть, это бывает очень редко, ну бывает, ну бывает. просто вот мы сотрудничаем с адвокатом, который занимается политубежием, потому что, ну многие для чего учат английский, не с какой-то там непонятной, неопределенной цели, а цели конкретные, либо переехать в Америку, да, либо получить хорошую работу. Вы с кем сотрудничаете-то? С каким адвокатом? Ну он находится в Лос-Анджелесе, хороший адвокат у нас, Дмитрий, и просто на его практике никогда не было, чтобы после апелляции вы так вот депортировали, может быть, какие-то нарушения, может криминал был, почему так? Обычно 5 апелляций. Я думаю, что это люди, которые изначально, видимо, хотели сэкономить, подавали без адвоката, скорее всего так было. То есть они не смогли отстоять, да, смотри, с вами. Логика какая? Человек говорит, я подам, если я не прошел, то, ну тогда возьму адвоката, чтобы уже в суд идти-то. До суда мне же адвокат не нужен. Поэтому они с чем-то крайне неубедительным идут. И дальше адвокат уже ничего толком сделает, не может, потому что как бы, ну а что теперь? То есть если, понимаете, если фундамента нет, на нем много не построишь. Я не знаю точно, что там было, я же не знаю деталей. Вообще политическое убежище это такая область, где никто вам не скажет, как было. То есть даже если он что-то вам начнет рассказывать, это абсолютно не значит, что там даже 10% правда, может там еще есть 90%, которые от вас скрыли. Никто никогда толком ничего не знает. Не думайте, что вам расскажут, вот как есть. Такая специфическая область. Поэтому, что сказать. Ну, в общем, да, поэтому я так говорю, берите адвоката сразу. Ну, то есть другая тонкость. Если вы берете плохого адвоката, то это без разницы, что, что, что вы брали, что не брали. То есть, если вы берете перед ней хорошего. а не хорошего, так и тоже смысла нет, конечно. Ну, да, 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 ну, мы сотрудничаем с которым, Лос-Анджелеси, вроде все нормально. Ну, кто хотели, все получили. Это длительный процесс. Сегодня люди получают политическое убежище, которое подавали на него, там, я не знаю, как в Лос-Анджелесе. Вот у нас тут, может быть, два-два с половиной года прошло. В Лос-Анджелесе, я знаю, очередь подольше идет, там сейчас 4 года, на новые заявления, а со старыми, я не знаю. То есть, понимаете, человек подал, полгода прошло, у него появилось разрешение на работу, и вы можете сказать, вот, у него все нормально. Ну, подождите, ну, пусть, пусть на интервью пойдет. Правильно же? Да. Все должен, поэтому адвокат, это очень важно. Да, да, обычно это по рекомендации кого-то находит, это не то, что ты там, в интернете там прочитал или что-то, это надо, как бы, люди доверенные там. Ну, да, у которых уже хорошие кейсы есть, кто выигрывали, чтобы не получалось, вот как вот депортировали. Депортация вообще довольно редкая штука, но бывает тоже, да. Ну, согласно, но обязательно нужно легализоваться, обязательно получить документы. А иначе, иначе нашей школе нет смысла даже беспокоиться. В общем-то. Согласна. ну что, еще вопросы есть, или мы так просуммировали? Да, просуммировали, ну, там, всякие вопросы, да, тоже касательно обучения, допустим, даете ли вы учебники, или это все онлайн? Ну, я думаю, это уже все мелочи. учебники в виде файла будет. Все материалы даются, конечно. Расходов никаких больше нет, кроме вот как тюишин заплатить, все остальное, все включено. Есть учебник, да, есть учебник, который желательно изучать тоже вместе с нашим курсом, хотя можно ограничиться просто курсом, но есть учебник, есть видео на ютубе, там есть очень интересные, вот так, было бы время, учебник, сейчас такое время, получается, вот вы можете прочесть что-нибудь за час, а будете видео смотреть, будете там часа четыре потратите, чтобы усвоить тот же объем информации, если кто-то быстро идут по тексту, а если к которым нужно слушать лекцию, ну, вот я, например, гораздо быстрее сама обучаюсь, чем, например, видео смотреть, поэтому мне видео смотреть, это жуткая потеря времени. Ну, это уже зависит от памяти, да, у кого-то аудиопамять, у кого-то фигуальная. Да, по-разному, да. Потом от опыта зависит, поскольку я, допустим, что-то уже знаю, то есть мне нужно не новое знание, а мне нужно адаптировать старое знание к каким-то новым обстоятельствам, поэтому я-то быстро это делаю, вот, и вдруг начинаешь смотреть, вот, допустим, из нашего класса, да, преподаватель потрясающий там ведет урок, и классно все, я вижу со стороны как методист, я вижу хороший урок, но мне тяжело там сидеть, с точки зрения потребления информации, мне сложно, что на другую аудиторию рассчитано. Ну да, ну давайте вывод сделаем. Значит, как вы сказали, у вас несколько сессий, весеннее будет в апреле, потом можно записаться летом. В онлайне каждые 4 месяца, на кэмпусе, у нас есть расписание, на сайте портнова.ком есть расписание, но мы начинаем почти каждый месяц какую-нибудь группу. У нас 3 группы дневные идут одновременно, сейчас 3, 3 дневные группы, еще у нас есть вечерняя, поэтому у нас как минимум раз в месяц что-то начинается. То есть они могут присоединиться. Здорово, это отлично. Затем, как вы уже сказали, вы помогаете с резюме, это отлично, это вообще супер, потому что всех это интересует. То есть вы не просто человека, допустим, обучили и выкинули, как хочешь, сам разбирайте дальше, то есть вы дальше уже его помогаете трудостроить. Мы уже давно из бизнеса бы вышли, если бы мы просто обучили и выкинули, так как ему нужно обучиться. Многие же так делают. Многие же так, поэтому не закрываются. Я не думаю, как они и не в бизнесе. Ну да, поэтому они... Как вы у них в бизнесе. Согласен. Поэтому вы работаете уже там больше 22 лет, как вы сказали, да? Ну, видимо, мы как бы удовлетворяем какие-то потребности, которые есть на рынке. Иначе нам просто места там не осталось. Согласен. Так нет, самое интересное, что даже про вашу школу я узнала от наших учеников, которые в России. И они мне сказали, вот я хочу учиться в школе Михаила Бортнова, плохо знаю английский и пришел изучать. Так вот мы познакомились потом с вами. Я познакомилась, то есть через наших учеников. У меня есть знакомый, который поехал в Москву, отсюда. Поехал в Москву, и я его отца хорошо знаю. То есть он меня знает, потому что мы с отцом его учились вместе в институте когда-то. Ну и он поехал в Москву, и там зашел в какой-то магазин, что-то там приобретал, разговаривался с продавщицей. Продавщица узнала, что он из Кремниевой долины, говорит, а вы там знаете, там Портнов Компьютер Скул. Он говорит, да, я и Михаила знаю, а вы как знаете? А я вот сейчас его онлайн-класс беру. Неожиданные такие бывают пересечения. По всему миру. Ну теперь с возможностью интернета мы можем по всему миру заниматься, так ведь? Ну вот наш онлайн-класс, у нас в онлайн-классе не меньше сейчас людей, чем на кампусе. Не меньше. Удобно. 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 Как вы сказали. Да, но нам удобно, потому что мы в состоянии как бы прийти туда, где люди находятся, а не ожидать, что они к нам приедут. Понимаешь, потому что не все могут приехать. А мы в общем-то себя позиционируем как людей, которые меняют жизнь других людей. И вот это как бы самый кайф такой в нашей жизни, когда ты видишь людей, которые там бедствовали. Вот и вдруг раз. Ну там время занимает, конечно, и так далее. Мы каждый раз радуемся, как вот уже там, знаешь, сколько там тысяч людей работает, и каждый раз кто-то находит работу, и мы празднуем как будто первый. Потому что это невероятно такой эмоциональный взрыв. И там, знаешь, особенно вот люди, которые на кампусе, то есть мы их знаем, мы видели всю эту вот эволюцию, как он пришел, там был неуверенный, потом немножко осмелел. Потом мы его там гоняли, он тест издать не мог, потом еще что-то раз. Понимаешь, а проходит три месяца, он там с беджиком уже приходит, там что-нибудь принесет, торт какой-то, или там что-то, это вообще его узнать нельзя. Это вот иной раз, как вот Золушка, которая на балл пошла, понимаешь, и она в этом же в платье, и она в этих кристальных божмачках, и ты никогда не скажешь, что она была Золушкой. Это уже другой человек. Меня это. То есть вы помогаете реализовать мечты, поменять жизнь? Ну, во всяком случае, как бы, да, это кайф такой, знаешь, это очень здорово. Я думаю, что и в вашей работе тоже такой присутствует элемент. То есть вы это по-другому делаете. Вот. Ну да. Надежду дать, уверенность дать, мотивировать. Знание. Мотивировать действия. Знание важно для чего? Чтобы, опять, чтобы совершить действие какое-то. Ну да, чтобы поплатить в жизнь. Подготовить человека к тому, чтобы сделать следующий шаг какой-то, который изменит его жизнь. Здорово. Согласна. Вот. И последний там вопрос еще был такой, задавали интересный очень. Где лучше искать? потом работу. То есть силиконовая долина это на первом месте? Нет. Ну там расходы больше? Нет. Нет, нет, нет. Где? Когда вы ищите работу, вас интересует не конкретно, сколько рабочих, ну сколько вакансий на этой местности. Это легко посмотреть. Идете там на да, сделаете поиск, или там на монстры, вы видите по разным регионам, где больше, меньше там вакансий за то уже провяжу так времени. Но существенно соотношение спроса и предложения. То есть есть рынки, где соотношение спроса и предложения получше, есть где похуже. Кремниевая долина такой средненький рыночек, средненький, потому что здесь много предложений. Вот представьте себе, сколько тут из Индии приезжает программистов по рабочим визам, когда их жены получают разрешение на работу, а вот куда им идти? К вам. Они уже там по 5-7 лет не работали. У них было какое-то образование. Делать то, что они там изучали... Не, ну можно в магазине там. У нас сейчас из Индии женщины в любом магазине торгуют. Сейчас уже и в Старбаксе они даже. И там и на бензоколонке могут быть. Но хочется же нормально получать. Поэтому образованные девочки они идут в QA. Поэтому у нас довольно серьезное предложение. Скажем, Лос-Анджелес в этом смысле намного симпатичней. Вот у нас девочка симпатюль такая, годика 23, молоденькая совсем. Вот она отучилась и поехала в Лос-Анджелес неделю назад. Вчера оффер получила. В пятницу. Понимаешь? Неделя. Она раз и 23 года ребенка. Ну, раз и оффер получила. Ну, супер, молодец. Ну, молодец. Но здесь бы это не произошло за неделю, понимаешь? Ну, да. Ну, там же тоже развивается. Там же есть так называемость. Там очень круто развивается, но там нет столько людей. Там ты выходишь на рынок и на тебя накидываются. То же самое с Ан-Диего, то же самое вот между Сан-Диего и Лос-Анджелесом вот это Оранж-Каунти. Совершенно потрясающее место. Если бы я с нуля выбирал, где жить, я бы туда поехал. Мне там очень нравится. Да, там хорошо. Там очень хорошо. Поэтому есть еще хорошие рынки, вот такие же, как эти. Есть Сиэтл, есть Чикаго. Есть громаднейший рынок, это Нью-Йорк, Нью-Джерси. Есть очень приличные рынки, такие как Филадельфия, Денвер, большие города в Техасе. Там, да, Даллас. Остин, да. Туда переносит. Туда переносит. И Мастин, Даллас и Хьюстон. Это Феникс в Аризоне, это Портленд. Что там еще может быть? У меня онлайн-эвый класс, они отовсюду. Миннесота, шикарное место. Понимаешь, а где? Бост, Бостон, потрясающее место. Флорида, ничего. Хоча, хотя сейчас там народу подвалило, и поскольку рынок небольшой, то они как бы его подсадили сильно. Вот. Норск-Каралайма, замечательное место. Атланта, Джорджия. То есть, по всей стране, в общем-то, неплохо, неплохо. Куда бы вы ни поехали, там будет лучше, чем в Сириконовой долине. С точки зрения, с точки зрения соотношения спроса и предложения. Кроме того, что покупательная способность, того, что вы там получаете, гораздо больше, чем тут. Понимаете, если вы... Серьезно? А в Сириконовой долине не выше зарплаты? Ну, немножко выше. скажем, в Сириконовой долине зарплаты выше, чем в Сакраменто на 20%. Но, чем в Сан-Анджелесе выше тоже. Но вот смотрите, если, допустим, в Сакраменто вы можете снять ван-бедрум, вполне такой, адекватный ван-бедрум, ну, скажем, там за, я не знаю, там 600-700 долларов, даже 800, то здесь... Так дешево. Так дешево. То здесь-то вы 1200 заплатите, в Сан-Франциско, может быть, и 3 заплатите. Ну да, в Сан-Франциско очень дорого. А у нас, допустим, две, в Mountain View, в Сан-Анджелесе. Поэтому, значит, вы экономите, ну, допустим, там 1200 долларов в месяц. Это стало, соответственно, это там, сколько там, 25 тысяч в год. 25 тысяч в год, это выложили, это после таксов, а до таксов, чтобы получить 25 на руки, это надо зарабатывать, сколько там, 35, может быть, 40, понимаете, разница в деньгах какая. Поэтому, если у вас будет лишняя тысяча в месяц, оставаться, то вы что? Это вы можете в каком-нибудь месте, там, типа, ну, я не знаю, там, Флориды, или там, Норс-Каравайны, вы можете каждый год, там, по домику прикупать, в инвестициях, понимаете? Там, ну, обязательно нужно изучить рынок, посмотреть, где будет зарплата, и какие расходы на жизнь. самое дорогое, это, конечно, жилье. Жилье? Это есть, да. Ну, если он у нас учится, то, как бы, он начинает проникаться этим, потому что, особенно, если в онлайне, там, ребят со всей страны, и там можно очень хорошо побеседовать, и понять, где чего. Но, с другой стороны, в конце концов, ну, вот, есть первая работа, да? Ну, работай себе на первой работе, потом будет вторая, потом третья, ну, поработай где-то пару лет, и поедь туда, где тебе действительно хочется быть. Я не знаю, где тебе хочется. У нас многие из Кремниевой долины, понимая, что хочется купить дом, там, и дорого, и так далее, они потихонечку съезжают куда-то, и в Сиэтл, и в Портленд, и в Аризону, и в Сакраменто, вот столицу штата, там, может быть, нет так много работы, но есть, и в Флориду, и в Норс-Каролайну, и так далее, разъезжается потихоньку народ, и в Техас тоже. Ну, конечно, потому что есть возможность приобрести недвижимость. Да, конечно. Потому что здесь, сейчас я занимаюсь, Real Estate, это, конечно, ужасно дорого, и вы сами знаете, кто здесь купает, да, все азиаты. Я тоже, например. Ну, вроде и не азиат. Нет, во-первых, купили это давно, это не были такие цены завышенные. А я и недавно тоже. Ну, нашу же, скопленный капитал, не сравнивать со студентами. я со студентами, я не сравниваю, у меня просто жена любит что-нибудь перестраивать. Да, я видел, периодически, какой-нибудь, проектик так, берем, и она его так перестраивает. Это уже фан такой. Хобби, хорошее хобби. Хорошее хобби, да. Очень полезное. Я поддерживаю. Дорого, конечно, очень, я когда думаю, что у нас же дети, внуки, там, это, им-то, как жить? Понимаешь, то есть, вот кто не успел, кто опоздал, тот не успел, что ли, так получается? Ну, да, ну, молодцы, вы, допустим, вложились, некоторые же просто деньги прокручивают, ну, на всякую ерунду тратят, а вы удачно, в хорошие, смарт-сижены. Когда деньги зарабатываешь, то на ерунду не потрачу. На ерунду можно потратить там, и то, что если украл, или там лотерею выиграл. А когда так зарабатываешь, я не знаю. Как раз таки нет. По статистике, допустим, я читала, ну, как я говорю, занималась real estate, я посмотрела, почему люди, допустим, не покупают. Проблема в том, что они не могут накопить даже на down payment. То есть, американцы, которые достаточно зарабатывают, ну, американцы называют все, кто живут в Америке, скажем так, не граждане, а проживающие в Америке и работающие. И, допустим, у них спрашивали, почему, допустим, вы ориентуете, они говорят, просто не можем заработать на down payment. А почему они не могут? Потому что они эти деньги тратят на всякую ерунду. То есть, они не умеют откладывать, экономить. привычку тратить больше, чем зарабатывают. Или, если даже они не тратят больше, чем зарабатывают, то они тратят до копейки все, что есть. У них нет такого, как, скажем, у новых эмигрантов отложить, там, сберечь, там, может, инвестировать. Получил больше, пошел тратить больше. Культура такая, да. Вот в этом и проблема. Допустим, эмигранты или различные иностранцы, кто приезжает с капиталом, они быстро все покупают. Но, куда деваться? Жить нужно где-то, поэтому недвижимость нужна. И вы молодцы, что приобрели. Меняется тенденция. Вот сейчас, когда смотришь, чего строят в основном. То есть, конечно, можно купить один дом, снести и построить. Но, когда смотришь вот такую массовую застройку, в основном сейчас застраивают таунхаузами или такими многоквартирными. Не обязательно это в городе высокий, у нас тут высоких не строят. Но, тем не менее, люди как бы переходят больше в квартирный вопрос такой, и в таунхаузный вопрос, нежели, например, отдельный дом с куском земли. Кроме того, вот это поколение новое... не снизусти по форме... субсидирование, все рядом с кафешком, магазинчик, общение, джим, все рядышком. Вот такое вот коммунальное такое проживание. К нему тяготеют сейчас вот. Да, я тоже бы национальное поколение. Это тенденция по всему миру. И почему, допустим, сам Франциско, почему все здесь хотят жить? Потому что... Я не хочу. По многим причинам я много читала, но я по работе здесь нахожусь. А я читала по многим причинам. Во-первых, люди хотят находиться там, ближе к работе. Даже если они работают в силиконовой долине, они все равно живут здесь, потому что здесь все близко. Сказать, не деревня, европейский образ жизни, это все рядышком, в пешей доступности. А некоторые вообще не имеют транспорт, потому что есть общественный транспорт. То есть люди не хотят сейчас в пробках стоять, не хотят эремитрате. Они понимают и ценят свое время, что за это время они могут поработать, свои дела сделать, а не стоять в пробке. Если у них нет детей, особенно детей, то, конечно, это такой очень удобный образ жизни, потому что когда дети есть, то уже возникают некоторые другие существенные элементы жизни. Нет, конечно, в городе можно жить, человек тоже говорит, что в городе можно жить. Насчет без машины я, конечно, очень сомневаюсь. в какой-то момент там, может быть, им не очень удобно, там парковаться сложно. Если у тебя свой дом, ты на драйвбэе бросил, и там гараж поставил, и у тебя место есть. А если ты живешь в каком-то таком напряженном месте, где ты оставить будешь? Я помню, мы когда в самопроцессе жили, бывает, что там 15 минут там курались, чтобы поставить это. Но поэтому многие пульсы общественным транспортом. Да. Ну что же, хорошо, так мы вроде покрыли тематику. Ладно, спасибо. Илька, большое вам спасибо, что ответили. Спасибо, спасибо, что позвали. Давайте, может быть, я вашим там зрителям привет передам. я никогда вроде у вас там не появлялся на канале, поэтому я им передам привет. Пожалуйста, привет. И скажу, что английский язык учить, это знаете, что, вот есть как бы навыки, без которых жить нельзя в принципе. Вот, например, нельзя жить без навыка, например, я не знаю, там, вот на клавиатуре работать. Ты не можешь жить в современном мире и не вводить данные там с клавиатуры. ты не можешь сегодня, например, жить и не водить машину. То есть, ты можешь ее не водить в смысле удобства, но не иметь прав и при случае, если нужно сесть за руль, ты не можешь сесть за руль, это, это некоторая разновидность инвалидности. Ты не можешь приехать на интервью, ты не можешь поехать в другой город, взять там машину и путешествовать неделю и так далее, и так далее. Ты так не можешь. Есть еще какие-то там, я просто сейчас на ходу там туго соображаю. Вот есть некоторые общечеловеческие навыки и если сегодня ты живешь и ты не владеешь английским в прикладном плане, то есть, ты не можешь сказать, чтобы тебя поняли, ты не можешь понять, что сказали другие люди, ты не можешь вступить в переписку где-то в соцсетях, то ты тоже инвалид. Ну да. Инвалид, он тоже ограничен. Что такое инвалид? Ограничен. Не может выйти за пределы квартиры, подъезда, еще чего-то. Понимаете, сложно быть инвалидом. То есть, когда человек удиваться некуда, это одно. Допустим, вот случилось. Ну, физически, когда, да? А если ты, например, это осознательное решение принимаешь, если инвалидность это твой выбор по жизни, это другое дело. Но это твой выбор, я как бы уважаю чужой выбор, я просто хочу сказать, что люди, которые вас смотрят, это люди, которые сделали выбор в плане изучения английского, я хочу им как бы такую дополнительную мотивацию дать, что они на правильном пути. И что надо пахать и пахать и пахать и английский, вы меня поправьте, если я еще не то скажу, но английский это то, что изучается тоже трудом и временем и энергией и драйвом и позитивным отношением к тому, что ты делаешь. И ни одна высокая цель не может быть достигнута без серьезных усилий. Да, согласно. Но потрясающая вещь по поводу изучения английского состоит в том, что у тебя нет конкуренции. Понимаешь? Вот ты не идешь на позицию, где там одна позиция и пять человек ее хотят. Или 150 ее хотят. Понимаешь? Вот столько людей, сколько пошли изучить английский, могут изучить английский. Понимаешь? Это же на самом деле величайшее благо сегодня. Вот я в свое время не мог попасть на курсы по вождению автомобиля в Москве. Не было. Там же все было дефицит. Я не мог пойти на курсы, меня по блату где-то там какие-то люди что-то такое-то устраивали, чтобы просто права водительские сдать. На курсы по английскому попасть было нельзя. Их было много, но попасть на курсы по английскому было нельзя. Можно было частного преподавателя где-то найти, там как-то вот так. А вот я помню, были курсы при доме офицеров. Там в Лефортово я жил, там были курсы хорошие при доме офицеров, двухгодичные. Попасть было нельзя. Ну, теперь все есть. Да, это же великая фишка, понимаешь? Вот же она же есть. Раньше можно сказать, я бы, конечно, но же мне не дали. Сейчас уже такой отмазки нет. Нет. Такой же нет. Нет, ну, они будут на нашем канале. Знаете, что они вам скажут? Они скажут, я хотел бы учить английский, но не мог, потому что объективно значит, наш педагог, будучи эффектной женщиной, совершенно отвлекал меня от изучения предмета. Я не слышал, что она говорит, а только смотрел на нее. Могу сразу сказать, у нас уроки без видео. А, окей. То есть вы лишаете их отмазки? Ну, нет. Иногда связь подводит или что-нибудь еще. Просто я не дома сегодня нахожусь здесь хорошая связь. Понял. А обычно не очень хорошая связь. То есть вы как в Европе, я понял там. В многих местах плохо с интернетом. Ну, да. В Италии. А у нас был Сан-Франциско. Хорошо, Светочка. Интернетом. Давайте, значит, я вас поблагодарю еще раз и вашим зрителям привет передам. Спасибо большое. И чтобы вы их радовали глубокими и прочными знаниями. Да, да, большое спасибо. И спасибо, что вы поделились, рассказали про вашу школу. И большое спасибо за ваш труд. Потому что, как я уже сказала, я с вами познакомилась через своих учеников, которые рассказали про вас. И, между прочим, они находятся в Москве. Вот видите, так что про вас знают уже по всему миру. Русский говорящий. Мир-то тесен, господи. Тесен мир. И, как вы уже сказали, вы более 22 лет в бизнесе. Это говорит о многом. То есть люди продолжают к вам приходить, получают знания, работу, успех. Вы сами знаете, иммигранты, мы иммигранты, все иммигрантская доля не такая легкая. То есть тяжело устроиться, тяжело найти. Ну, нет, если бы сравнили, допустим, жизнь, какой человек бы жил у себя на родине, он бы не испытывал столько, допустим, трудностей, как мы здесь. Так ведь? Это адаптация, язык, иммиграция, различные. Когда я периодически разговариваю с людьми, которые рассказывают мне про 90-е, вот начало, там середину, какие трудности они переживали, я думаю, боже, так это еще хуже, чем нам пришлось. Иногда, вот я периодически вступаю в какие-то разговоры, где идет речь об этом, я думаю, какой кошмар. Ну, это кто чем занимался? Я, допустим, была еще ребенком, я училась в школе в 90-е, я только могла смотреть по некоторым программам «Криминальная Россия», где показывали, где кого убили, это, конечно, ужасный был канал, но почему-то вы все так любили смотреть, как Санту-Барбару, где показывали, где какие взятки дают, кто кого убил, и, казалось бы, это норма. На самом деле, это, конечно, были вихи 90-е, это страшно было, многие, многих убили, да, там, и все остальное. А по-моему, «Криминальная Россия» сейчас называется Первый канал. Вот смотришь, и вот ты тоже самое. Ну, оборот, мне кажется, там такая сейчас цензура, пропаганда, ну, я уже давно не была в России, но скоро два года. Надо понимать, надо понимать, что тебе показывают, конечно, они так не скажут. Считать между строк. Но ты смотришь, и говоришь, боже, сплошной криминал. Ну, так есть, это не опишируют. Нет, нет, ну, тут чужие-то. Мы понимаем. Хорошо. Вот так. Еще раз большое спасибо, Михаил. Очень было приятно, информативно. Так что подписывайтесь на канал Михаила Портнова, я укажу все-все данные. Он постоянно выкладывает видео, вы там практически каждый день, да, выкладываете видео? Каждый день, у меня где-то сотня видео в месяц. Ну, это вообще супер. У вас прям целое кинопроизводство. Да, вы когда будете подписываться, если вас беспокоят, там всякие сообщения, там рассылки, вы тогда сразу напишите, чтобы вас не беспокоили, там, информация о новых видео, потому что вы будете там каждый день, там, может, по три сообщения получать, там, если особенно на мобилке, там. А есть люди, которые мне нравятся, поэтому заранее. Так можно отключить notification же это. Они все умеют. Не все умеют? Ну, скажем. Нет. У меня люди периодически жалуются, говорят, что ж вы столько идете. Как жаловаться на ваш канал можно? Наоборот, надо благодарить. Столько полезной информации. И бесплатно, между прочим. Люди разные. Вот за деньги, может, они бы меньше жалуются. Ну да. Но мы таких не будем обращать внимания. Мы только с успешными работаем, успешными, позитивными, потому что мир поделен на плохих, хороших людей. Так ведь? Хорошие должны общаться с хорошими, плохие нас не интересуют. Они, значит, ничего не сделают. Я так не могу сказать. Я уже как бы философски так, в другом измерении немножко. Я говорю, что мы все как бы созданы по образу и подобию. Поэтому сказать, что люди плохие, это фактически замахнуться на туда. Значит, мы пришли в жизнь такими, какие мы есть, потому что мы были нужны здесь, такими, как мы есть. И у нас есть как бы возможность, у нас есть выбор. И вот эта жизнь нам дана, вот этот отрезок, для того, чтобы к каким-то светлым целям, может быть, приблизиться, реализовать свое предназначение. Потому что было же какое-то... Для чего-то мы же пришли. Ну понятно. Ну, по идее, да. Все заложены... В людях заложено всегда все хорошее. Но потом они, допустим, начинают там курить, пить... Ой, какой ужас. И на все остальное. А то еще, может, девушки симпатичные, они даже внимания не обратят. Вот такие есть. Уже лучше бы они пили и курили. Ну, в самом фронтесском много таких, вы же знаете. Да, да. Есть такая проблема. Есть. Мужчины ищут себе мужчин. Это страшно. Ну ладно, не будем об этом. Да, погрузим. Я веду свой выбор. Я веду ему плохие. Это не я про них веду, на что они плохие. А веду ему плохие люди, которые, допустим, ну, там могут всякие гадости написать и все остальное. Не надо на каких внимания обращать. Относитесь к этому как к этапу в развитии. Вот есть люди, которые находятся в каком-то развитии. Поэтому то, что он сегодня там пишет какую-то гадость, это его сегодняшнее состояние. А, допустим, вот пройдет какое-то время, он не будет писать. А какое-то еще время, может быть, стыдно будет, что он писал. А потом, может, даже хорошее что-то напишет. Такая возможность есть. Хотя, может, вообще ничего не написать. Собственно, это его личное дело. Он когда пишет, он же в основном на себя воздействует, не на тех, кому он пишет. Ну, конечно. Согласна. Ну, я помню, нам еще в садике говорили, что не надо обращать внимание на плохих людей, потому что их там Бог обделил умом, что они ничего хорошего не могут сделать. Не надо таких обращать. Это как? Люди, то есть, отклонениями не нужно. Нужно с позитивными общаться и жить в таком позитивном русле. У вас был хороший садик, я чувствую. Ладно, Светочка, значит, мы давайте, мы их сейчас замучаем, и они скажут, вот, никак не расстанутся. Вот, и может быть, даже нас подозревать в чем-то начнут, тем более я вам комплименты отпускал, в общем. Ну, спасибо уже, истинный джентльмен. Да, и, кстати, хочу про ваш канал что сказать со Светланой. Очень интересный, и многие сказали, что очень интересно смотреть, вы даете такие полезные семейные советы, и все восхищаются вашей семейной жизнью. Супер, продолжайте сделать, это очень интересно. Мы не дознали по ней вообще. Нет, очень интересно, потому что сейчас, допустим, уже людей нет никаких моральных ценностей, можно сказать так, не у всех, а большинства. Ну, не большинства, у некоторых, скажем так. И они не умеют, допустим, ценить, уважать, это же очень важно, не умеют общаться, начинают ругаться, некоторые драться. Это же общество же такое, оно же учит этому, вся жизнь вокруг учит этому, понимаете, она учит тому, что этичный, вежливый, культурный, образованный человек, это грязь. Ну, это же плохо. Это, заменочка, это общество, мы же не можем жить вне общества, то есть можно, конечно, в лес забраться и там, я не знаю, там, пчелиным медом и шишками питаться, но, ну, все-таки, ну, вот общество, это учит этому, учит злу, откровенному злу, беззвучит, безнравственность, вопиющий, такой торжествующий, воинствующий, воинствующий, безнравственность. Она льется со всех каналов телевидения. Ну, я не хочу сказать всех, я не видел всех, но вот, вот те, которые, такие, да, массовый ужас, ужас, поэтому, а как быть? Вот так. Ну, вот поэтому, пусть нас смотрят, пусть смотрят нас и будут хорошими. Обязательно. Все, спасибо большое, Михаил, я не буду задерживать, ваше время очень ценно, я знаю. Большое спасибо, что уделили внимание. Тем более, уже и спать пора. Да-да-да, это точно. Для ребят скажу, что у нас почти час ночи, мы так поздно собрались сегодня. Работаем день и ночь. Да, хорошо. Все, большое спасибо, Михаил. Счастливо. Подписывайтесь на канал, Ждем вас, спасибо. Спасибо.